привет мои дорогие в этом выпуске поговорим о том как сохранить психологическое здоровье в той ситуации которая сейчас у нас происходит первым делом хочу поговорить о такой вещи что многие люди на самом деле увязли в бесконечном потоке информации как это происходит это происходит так что многие из вас просыпаются и сразу лезут в свою любимую или нелюбимую соцсеть или телеграм канал и сразу начинают смотреть вещи какие-то которые происходят сейчас в мире дальше проходит полчаса мы продолжаем смотреть начинаем делать какие-то дела и испытываем какую-то ломку и нужно снова зайти посмотреть что происходит посмотреть какой-то новостной канал и так далее так далее и в первую очередь хочу заметить что в этом ничего страшного нету потому что это нормальная реакция реакция на то что происходит в мире когда мы находимся в ситуации когда непонятно что происходит до под угрозой наши цели наши ценности мы сознательно или бессознательно хотим получить чем можно больше информации для того чтобы понимать что вообще происходит то есть вот это желание оно обусловлено а по и то и то и поэтому и опять же на ... не заняты на меня сюда тоже выполняем если я выдаю с нашим инвентом а не возникает тем что нам нужно знать что происходит но единственный минус всего этого что мы настолько погружены в этот процесс изучение просматривание прошлушивания прослушивания прочитывания новостей что мы просто не успеваем заниматься своими какими-то текущими делами и это проблема проблема заключается в том что просто нет времени на что ты погружен полностью в этот поток информации порой этот поток информации очень противоречивый и не всегда понятно что есть правда что есть неправда что в этом случае делать в этом случае смотрите мои дорогие если вы не профессиональный ну скажем журналист либо человек который профессионально работает с информацией которому нужно целыми днями отслеживать все виды потоков информации и еще за это деньги получать то скорее всего вот в этом процессе когда вы здесь зависли вы занимаетесь этими делами у вас страдают другие дела у вас не получается эффективно работать общаться с теми с кем вы общались ну и так далее так далее выход очень простой выход заключается в том что вам нужно оставить один или два источника информации и сделать так чтобы вы вы адекватно вы можете сделать такой интересный regardless если вы будете seasonal по поводу информации вы не будете любить информации сами они все рыбят Boosted option кarel или corporations свой оборченной бумаге я думаю что он работает с биологическими залив Curriculum которому стоит доверять, либо тот, которому не стоит доверять. На мой взгляд, все источники информации могут ошибаться, распространять недостоверную информацию. Но те источники информации, которым можно доверять, они, как правило, если они ошиблись, допустили ошибку, запустили какую-то ложную информацию, они, как правило, очень быстро, как только это стало ясно, они ее опровергают. Поэтому правило первое в сложившейся ситуации, ограничьте себя, ограничьте себя и проверяйте один-два раза в день то, что вам важно, то, что вас интересует. Это сделать непросто, но это существенно вам сократит время. И здесь немного такой философский момент, просто поймите одну простую вещь, что если случится что-то, что непосредственно вас будет касаться и коснется, вы и так об этом узнаете. Не обязательно из новостей, телеграм-каналов, ютубов, либо других любых соцсетей. А то, что не влияет непосредственно на вашу жизнь, вот прямо здесь и сейчас, понятно, что где-то в перспективе это все может на вас влиять, то если вы будете получать эту информацию один раз в день, то этого вполне достаточно. Если вы обратили внимание, то очень много стало агрессии, очень много стало агрессивных людей, как в обществе в целом, да, если говорить про, ну скажем, такое уличное общение, магазины, торговые центры, любые места коммуникации. Люди в целом стали немножко более злые, да, более агрессивные. И агрессия это нормальная реакция на стресс. Что происходит? Большинство людей в текущей сложившейся ситуации испытывают много стресса. Почему? Потому что, ну непонятно, что будет дальше, непонятно, что будет с моими целями, планами и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно, уровень агрессии в целом в обществе возрастает, а в интернете он возрастает кратно, да, в комментариях, во всяких пабликах вы можете увидеть огромное количество перепалок разных людей. Это нехорошо и неплохо, и на мой взгляд, пусть лучше люди выплескивают всю свою агрессию в интернете, чем несут ее в реальную жизнь. Пусть человек там выругается, выскажет свою позицию где-то в комментариях, чем он в действительности пойдет кому-то там морду бить и доказывать с пеной во рта свою правоту или неправоту другого человека. Поэтому то, что происходит, понятно, что этого бы не хотелось, но это нормальные наши реакции. Что происходит еще? Еще есть много людей, которые будут вас провоцировать, и наверняка вы уже с ними встречались. То есть эти провокации выглядят таким образом, мол, выскажи свое мнение и расскажи мне, какую ты позицию занимаешь. И знаете, вот чем это объясняется? Это объясняется тем, что на самом деле человеку, который видит то невероятное количество новостей, и он занимает какую-то свою определенную позицию, ему больно от того, что происходит. Нужно это признать, понять, принять и простить, что ему больно. Но чтобы каким-то образом смягчить эту боль, он начинает агрессивно набрасываться на других, провоцируя других. Потому что, вот смотрите, я приведу такую аналогию. Наверняка среди ваших знакомых, либо может быть вы сами, есть такие люди, которые в какой-то момент времени бросили курить сигареты или бросили употреблять алкоголь. И в какой-то момент что-то происходит, и они начинают очень сильно ненавидеть всех, кто курит, либо тех, кто употребляет алкоголь. Напишите в комментариях, был ли у вас такой друг. Вот я, например, знаю таких людей. Вот человек курил там много-много лет, потом бросил, и в какой-то момент он так переменился и стал ярым борцом с курильщиков. Он даже не выдерживал на остановках и начинал там людям причитать, что вы здесь курите и всё такое. Почему так происходит? Так происходит, потому что человек бросил, пережил синдром отмены. И синдром отмены, ну давайте по-простому, это как ломка у наркомана, да, когда человек испытывает ломку, ему очень плохо. И это порой бывает невыносимо плохо. И тот человек, который бросил курить, он знает, что те люди, которые курят сейчас, да, в его обществе, в его пространстве, они могут его спровоцировать. То есть ему как бы хочется это делать, но он понимает, что ему нельзя это делать, потому что он уже прошёл определённый путь, ну и как бы типа исцелился. И вместо того, чтобы просто занять какую-то свою определённую позицию, он начинает агрессивно наезжать на тех людей, которые продолжают курить, к примеру. И таким образом он как бы хочет сказать, пожалуйста, поддержи меня, не надо курить здесь, потому что я вот недавно бросил, мне было тяжело именно не срываться. Но вместо того, чтобы сказать по правде, что происходит, он начинает агрессивно причитать. Это такой механизм защиты, да, он неприятный, он кривой, он не экологичный, но люди таким образом защищают свою боль. То есть вместо того, чтобы действительно сказать, мне плохо, я пережил синдром отмены, я пережил вот эту ломку, синдром отказа, и мне сейчас было бы важно, чтобы ничто меня не провоцировало на возвращение этой пагубной привычки. Вместо этого он просто начинает агрессивно срываться. То же происходит с людьми в нашей ситуации, кто увидел какие-то страшные картины, кто увидел какие-то ужасы, более того, кто пережил прямым или косвенным образом какие-то страшные серьезные ситуации, связанные с текущей обстановкой, те, вместо того, чтобы сказать, мне сейчас больно, мне нужно получить поддержку, либо мне нужно просто понять, как ты думаешь, ты на моей стороне, либо ты против меня. Они просто агрессивно начинают провоцировать, они агрессивно начинают провоцировать, и это неприятно. И есть большое количество людей, которые не готовы открыто заявлять свою какую-то позицию по разным причинам. Причин может быть миллион, и мы, как говорится, карта не равна территории, и мы не знаем, что стоит за молчанием того или иного человека. Поэтому, если вы являетесь провокатором, вы просто себе признайтесь. Да, мне сейчас больно, мне сейчас плохо от того, что происходит в мире, я хочу, чтобы меня поддержали и найти поддержку, вместо того, чтобы провоцировать других людей. Потому что, как говорится, чтобы понять человека, надень его ботинки и пройди столько же, сколько прошел он. Поэтому не нужно никого провоцировать. Причем, смотрите, у многих людей обостряется синдром спасателя, когда нужно помогать, когда хочется помогать. И многие люди, вместо того, чтобы реально помочь тому, кто в беде находится, они начинают провоцировать других, и называя вот эти свои действия, оправдывая свои действия. То есть, я как бы там для какого-то общего дела стараюсь. А если проанализировать, если внимательно посмотреть на то, что происходит, здесь нужно себе задать вопрос. Вот если вы себя словили на чувстве, что я хочу помогать, но помощь бывает разная, да, можно там куда-то деньги перевезти, можно там посылку какую-то отправить, можно просто позвонить и поддержать человека, а можно провоцировать других на то, чтобы они начинали там что-то делать, кричать, орать, какие-то действия. И, ну вот смотрите, эта провокация, по большому счету, вот эта провокация, она же, она не приведет к какому-то реальному ощутимому результату в плане помощи тем людям, кто непосредственно находится в беде. Я надеюсь, я достаточно понятно объяснил эту ситуацию. Что еще сейчас происходит? Наверное, вы заметили, что долгосрочные планы сейчас не работают. Вот не работают, вы только будете испытывать разочарование. Представьте, вы жили, у вас был план, допустим, на год, на два, на три личностного развития, развития семьи, там, бизнеса, карьеры и так далее. Сейчас все очень сильно обрушилось, изменилось, и планы на год, на полгода, на пять лет, они плохо работают. Прям плохо работают, точнее сказать, они совсем не работают, и смотрите, чтобы только не было хуже, да. Что я предлагаю в этом случае? В этом случае я предлагаю не строить планы больше, чем на неделю вперед. То есть вам нужно сейчас сконцентрироваться на том, где вы находитесь сейчас, и какие-то минимальные задачи, к которым вы можете идти вот прям сегодня, завтра, послезавтра. Вот на расстоянии вытянутой руки, условно говоря, нужно сократить свое планирование. Это будет вам помогать, будет вам помогать, вы будете себя чувствовать более эмоционально, спокойно. Самое оптимальное вообще строить планы на день. С вечера запланировали что-то, вот я завтра сделаю один, два, три, четыре, пять дел. И таким образом двигаться постепенно, имея в голове какое-то большое видение, какое-то большое представление о том, к чему вы хотите прийти, но не планировать прям свою стратегию на полгода. Почему? Потому что это усиливает количество разочарований. Мы, когда запланировали что-то на год вперед, и в какой-то момент мы понимаем, что это, скорее всего, тем путем, тем планом, которым мы это запланировали, не реализуется, мы начинаем испытывать лишнее разочарование и лишний стресс. Оно вам надо. Поэтому планируйте на неделю, на два дня, на три вперед, и будет у вас счастье. Также, что будет еще помогать? Еще будет помогать делать что-то полезное не для себя, делать что-то полезное для других. Я не знаю, котиков будете там спасать в приютах, будете просто помогать кому-то, будете просто кому-то звонить, будете с кем-то разговаривать. Есть такое хорошее упражнение, найди того человека, кому хуже, чем тебе сейчас, и просто начни ему помогать. И действительно, через вот это проявление какой-то, не то чтобы солидарности, а через проявление помощи, вы будете достигать большего своего спокойствия, потому что вы будете осознавать свою нужность и свою полезность. Это очень-очень важная история. Также, что важно еще понимать? Еще важно понимать одну простую вещь, что есть две категории вещей в целом. Одна и вторая. Первая категория – это то, на что я могу непосредственно влиять. И вторая – это то, на что я не могу влиять. То есть, условно говоря, по Стивену Кове, да, круг забот и круг моего влияния. На что конкретно влияют мои действия. То есть, вот прям описать, на что я могу влиять. Я могу влиять на свое состояние, на свое настроение, на свое здоровье, на свой быт, на то, как у меня в квартире или в доме, где вы живете. То есть, определитесь, я могу влиять на настроение своего мужа, своей жены, своих детей, своих родителей, ну и так далее. То есть, вот этот четкий круг своего влияния нужно очертить и понять те вещи, на которые вы точно влиять не можете. Их тоже осознать. У вас будет тогда более ясное понимание, как вообще двигаться дальше. Что еще поможет? Что еще поможет? Обязательно задействуйте тело. Обязательно задействуйте тело. Каким образом? Это все возможные физические упражнения и любая физическая работа по дому, там, где действует ваше тело. Например, уборка. Уборку можно делать хоть до посинения. Вообще исцеляющая практика в такой ситуации. Чем больше вы будете делать физических упражнений, лучше со шваброй, не знаю, почистите там что-то, что вы давно не чистили, разберите шкаф с вещами. То есть вот все, что вы можете физически делать, перекладывать с места на место вещи, передвигать мебель, убирать пыль, там, чистить окна, все вот эти вещи, особенно те, которые долго откладывали, они вас будут очень сильно отвлекать от этого бесконечного потока новостей. И опять же я повторюсь, буду повторяться снова и снова, что часа в день на просмотр новостей в ваших любимых проверенных источниках этого достаточно. Что еще наблюдается сейчас? Еще наблюдается такая вот история, которую я называю отрицальные реальности. Отрицальные реальности заключаются в том, что мы понимаем в какой-то момент времени какие-то вещи, с которыми мы просто не можем согласиться. Просто keeps accelerating happening. Так, что это все зависит от onion? А вдруг ты хотите televisать или нет тщетинской что мы думаем. И все зависит от этого, прvelmenteторы сомнений у нас, коррекция интеграции разделена, что бываютceğ OnlyFast любви и и коммертора. Второе, что вы думали к blur-osteram. определять и свой план действий на день на неделю и определять свои физические занятия и определять свою точку опоры что такое точка опоры . опоры это наши ценности что для меня ценно и важно сейчас для меня ценно мое здоровье для меня ценно здоровье моих близких для май для меня ценно там 1 2 3 4 5 то есть составьте список ценностей что для меня ценно и важно сейчас и постарайтесь вот эти свои ценности защитить и вы обратите внимание что многие переживания о которых вы страдали о которых вы переживали многие вещи они просто отойдут на второй план лишь только потому что вы определитесь с тем вещами которые действительно в данный конкретный момент времени вам важны сейчас и это будет тоже большой успех ну и дальше дальше нлп техники которые вам в принципе могут помочь первая техника это диссоциация умение посмотреть на себя со стороны прямо в прямом смысле если вы что-то делаете постарайтесь представить себя со стороны увидеть себя со стороны когда вы начинаете видеть себя со стороны вам открывается несколько иная картина мира вы начинаете видеть как вы выглядите и уже вам легче это все переживается в диссоциация она в прямом смысле очень хорошо работает дальше Что еще может помочь? Мне очень нравится, и она прям быстрая и простая, модель DPDG, десенсибилизация и переработка с помощью движений глаз. В чем здесь секрет? Здесь секрет в том, что когда вы попадаете в нересурсное состояние, вам нужно разбить глазодвигательный паттерн. В смысле не разбить глаза, а разбить глазодвигательный паттерн. Объясняю. Вы можете погуглить, что такое DPDG, прям ввести в интернете DPDG. Да, у нас на канале тоже есть видео про эту технику, но я поясню еще раз. Ваша задача, когда вы переживаете о чем-то, очень сильно двигать глазами, описывая в воздухе какие-то фигуры. Причем очень важно. Смотрите, вот так просто в телефоне есть, знаете, есть в ютубе, ну и вообще на любых других платформах, где есть черный экран и по нему ходит точка. Это работать не будет. Работать не будет, потому что амплитуда движения глаз очень маленькая. То есть в телефоне, в ноутбуке, даже в телевизоре вы можете только себе попортить зрение, если вы будете следить за точкой. DPDG работает именно, когда вы делаете максимальную амплитуду движения глаз. Какие могут быть фигуры? Фигуры могут быть абсолютно любые. То есть смотрите в окно, смотрите в открытое пространство и рисуете большой круг глазами. Либо большой квадрат, либо большую, там не знаю, какую-нибудь загогулину. Самое главное, чтобы ваши глаза делали широкую амплитуду движений, такие по максимуму. Прям постарайтесь, не двигая головой, максимально, максимально двигать глазами. И в этот момент вы будете думать о чем-то, то, что вызывает у вас нересурсное состояние. Одновременно двигая широко глазами, вы будете проделывать себе технику. Технику делать можно огромное количество раз, но самое главное, чтобы ваши глаза описывали большие амплитуды. Можно вот так делать, можно вот так делать, крестик рисовать, можно квадрат рисовать, можно треугольник, можно восьмерку рисовать. То есть все, что вы можете, но самое главное, чтобы эта фигура вашим мысленным взором, она была в целом большая. На экране компьютера, на экране телевизора работать не будет. Большое спасибо, мои дорогие, за просмотр. Большое спасибо за то, что потратили время. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по поводу того, что я сказал. И небольшой рекламный момент. У нас появился второй канал, на котором мы проводим только прямые эфиры. На этом основном канале больше прямых эфиров не будет. Поэтому, если вы хотите присутствовать на наших прямых трансляциях, заходите на новый канал. Ссылка в описании. И еще одна очень важная вещь, которая поможет вам сохранить ваше психологическое здоровье и состояние. Постарайтесь продолжить заниматься тем, чем вы занимались. То есть своим непосредственным бытом. Ходите на работу, занимайтесь уборкой. Занимайтесь, я не знаю, цветочки, идите, садите. И постарайтесь продолжать свою обычную жизнедеятельность. Она очень сильно помогает вам держать себя в психологически стабильном состоянии. Очень важно. А если очень хочется кому-то помочь, делайте что-то реальное, от чего вы будете сразу увидеть результат. Потому что, если вы просто наброситесь на кого-то в соцсетях, да, вы выпустите гнев. Но что это изменит? Как это поможет тем, кто сейчас находится в беде? Скорее всего, никак. Но если вам нужно делать какие-то... Если у вас есть потребность делать какие-то прям очень важные вещи, просто постарайтесь найти для себя способ, как я могу, помогать реально, а не виртуально. И это важно. Продолжайте заниматься тем, чем вы занимались. Это один из немногих способов держать себя в ресурсном состоянии.